Построить скрытый ледовый каток с автопарковками или сохранить рощу за ДК трактора строителей в Чебоксарах. Ситуация такова, что городу придется выбирать первое либо второе. Возможен ли третий вариант, думали чебоксарские архитекторы. Их позицию размышления выслушала Ольга Пырочкина. Роща за дворцом культуры трактора строителей среди чебоксарцев стала знаменитой благодаря одному из популярных интернет-порталов. Кто-то из его пользователей заметил, что по форме она похожа на котика. В качестве зоны отдыха она, увы, пользуется популярностью только у жителей близлежащих домов и асоциальных личностей. Когда проектировали дворец культуры, замысел, конечно, был иной. Пространство парка должно было составлять единый ансамбль с ДК, фонтаны, аллеи. Однако все осталось в проекте. Казалось бы, не все потеряно, только теперь парк постепенно застраивается. Несистемно, очень так вот, я бы сказал, безобразно ведется освоение этих территорий. На территории этого парка, городского, новоюжного района, находится и заправка, и находятся какие-то жилые образования. Все это делается без основного документа, который должен быть в сопровождении всей этой работы, предвещающей всю эту работу. Это работа, называется проект планировки территории. А сейчас на территории рощи проектируется кадетский корпус с общежитием для студентов, стадионом и крытым ледовым катком. Разместить последний требуется рядом с учебным корпусом. И это настоящая головная боль местных архитекторов. Город начинает выделять, формировать землю. Вот пожилой дом, вот граница жилого дома, вот размещает, отводит зону катка. Ну опять на зелень, да? Да. В год экологии опять мы на зелень сажаем это самое, вот, сооружение очень вроде нужное. Такое место, чтобы и каток построить, и зелень сохранить в парке есть. Вот оно. Однако пока там планируется жилой комплекс, отметил Сергей Лукьянов. Еще один вариант, по мнению зодчих, построить каток на месте существующей автозаправки. Это они и планируют отразить в официальном письме Чебоксарской администрации. Но чтобы парк стал, наконец, действительно парком, необходимо разработать проект благоустройства рощи. Этим должен заняться граждан проект. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.